всех приветствую на своем канале подписчики и зрители моего канала за контейнером и посмотрим дальше как эта работа будет сейчас едем грузиться контейнером будем грузиться строковкой так что все интересно самое впереди будет у нас раскладной складной можно одну двадцатку поставить под срез можно вот как я сейчас у меня разложен часа разложил под одну длинную сороковку можно также ставить и две двадцатки например как говорится на все случаи жизни в этом процессе я потом покажу когда буду ставить еще другие контейнера сегодня вставить сороковку все погнали терминалу надеюсь удастся мне снять погрузку контейнера вам показать здесь погрузчик маленький такой для легких контейнеров ничего для примера и такое пока пойдет потом там где будет еще поинтереснее к это бывает все высокие вот эти козловые там краны там такие когда но обязательно при въезде даже при входе терминал везде надо обязательно одевать жилетку я что мы сделаем сейчас остановимся наденем жилетку потому что если без жилетки мы заедем нас могут заблокировать на две недели до минимум некоторых терминалах три месяца блокирует на них рога до 3 так сейчас я одену жилетку вот такая вот жилетка одеваю а на куртку можно сразу одеть чтобы это на улице прохладка так на куртку одели жилетку и все это обязательно жилетка сумка документы там все smr-ку тоже заполнить на получение контейнера и теперь пошли все четко документы оформили поедем грузиться контейнером как будет брать его уже извиняюсь за качество конечно и никакого взял там сейчас поднимет мы сейчас подъедем поставят так что все будет четко критерия погрузчик не некрасивый горит неинтересный потом говорит если чё когда будет хороший с ними ладно нам же процесс беру главное как это все происходит дело поднимает его да он только пустые стоит этого поднял его колеса колеса видать это вообще слабо на качестве колеса все сейчас подъезжаем вот погрузчик сейчас я вам покажу на улице как это будет происходить все четко виде как он подъезжает подъезжает виде вставит сейчас будет попадать на фитинги главное что попал на фитинги все видите впереди все четко все с первого раза попал все круто сейчас закрутим и вот видеть фитинги закрепить контейнер поднимаем вот жут все и здесь также сама поднимаем сейчас станет контейнер и все есть на этой площадке будем разворачиваться и как раз все хвост покажу как это ведь у нас сзади вид зеркала разворачиваемся не таком питочке дорога правда нет вообще морога жесть конечно ну когда дождь здесь конечно болото такое то уже не идет все четко развернулись сейчас будем выезжать на такие дела на выезде также оформим документы смр по то мы поставили контейнер нам напишут номер контейнера и все и поедем пусть дорогу все супер так еще какой нюанс надо обязательно внутри проверить контейнер чтоб не было дыр что пол был у нас не дырявый все нормально потому что бывает дыра в потолке вот в этих местах углу часто погрузчик пробивает дыры и все если вы не проверили ну если не проверить приезжаешь на объект на погрузку контейнера а там дыра и все возвращает обратно то есть контейнер забраковывают так что сразу смотреть что он целый контейнер посмотрели контейнер целый значит теперь идем оформлять документы нам нравится мы его берем все также надо посмотреть контейнер со всех сторон что он целый нерванный там чтоб потом на нас этот косяк не на весь не повесили всю контейнер целый нормально погнали видеть дорогах не очень такая хорошая зеркало вам покажу у нас было сзади там тоже ямы лужи все такое здесь еще сейчас немножко цепали щебенка и правда более-менее вот видите мы едем вообще 5-2 километра в час аккуратно чтобы зачем нам быстро здесь ехать убивать машину ходовку все такое спеем про и вокруг природа красота а я работаю чтобы на рыбалочку бы конечно что придет выходной тоже поедем съездим за щуками порабачим шашлычок делаем все будет круто работать тоже надо то потом было начать отдыхать сейчас поработаем потом отдыхнем немного а то шашлык не на что будет покупать едем на погрузку пробка здесь образовалась такая вот пробка у нас ничего не поделаешь постоим немножко все нормально все четко газуем вот так всегда ночью работать всегда ночью никуда не денешься понимаете ну что мы берем еще один заказ и едем опять ну что погнали пусть ангел закроет торбет своими крылами водилы шаперы братишки нажмите губок за тех кто выслал дороги своими вилками каждый раз поэта стрессового сто грамм в одиночку и мальчик до донца и сердечко у нее за тебя болит третий день уже в пути вот и гололед но уверен на то цели твой камаз идет ты дальнобой братан ты хозяин дорог и надрывая мосты твой камаз и идет под сигаретку шансон в твоей кабине тихо играет как карифана встретил я пойдем к нему в гости чай попьем покажу его трек люди в американце у друга сейчас он кофе варит кофеемничать сейчас будем америкоз да у лёхи пока у гостях в американцы что-нибудь еще с ними полки есть блатные такие да ну и сутрю кожаный салон у тебя еще дарить хоть вы еще блин где там пульт управления да там печка наверно автономка все это печка задняя автономка вот она отдельно он автономка а это часы вот час 18 сейчас да что правильно покажет я настраивал потолок кожаный тоже будильник заводится вот это видимо громкость звука это вот кукол это радио народа у тебя там еще не радио не знаю а вот это вот это печка задняя а что это тухнет лампочка печка блин какая-то еще наверное мощная американцы она придумывает же блин здесь этой фигни не говори давление это влеть температура блять этом двигателе блять вот в двигателе это турбина блять работает это бензобак этот температура в этом коробке но это это не гулять аккумуляторы блять а это нагрузка на седло ну короче у тебя как в самолете салон кожа кожа рожа сотри занавески кожаный елки-палки на сиденье все кожаные тоже сотри да ну это сверху блин у занавески кожаные да вообще конечно жёстко лёгко будет заводить своего америкосов чё такое тяже свет тухнет там да все тогда погнали я я раньше повернул давай все с легкой чая попили вот моя скания поедем дальше обойдем машину посмотрим колеса как у нас поживают это вроде нормально все кофе попил и опять путь дорогу погнали где же наша музычка музыку включаем и вот вот опять подалеке стекло на спальте кровь это значит опять не вернется домой Вот мы сейчас подъезжаем на обег. Все нормально, доехали, тяжело, конечно, ночью работать. Так, пойду оформляю документы. Все нормально, поехали. Я еще покажу вам час, полтора-два часа, просто управляю документы на погрузку. Так как мы ночью на территорию уже въехали, я лег, поспал немного. Вот раз получилось, почти два часа поспал. Так что нормально все, сейчас поедем грузиться. Грузиться будем панерой, панеры тяжелые, конечно. Идем к Лехе в гости в Американец. Крутое. Капот у него, как на Зилу. Наша машина там стоит. Стоим, ждем загрузку, он сейчас отъезжает. Сейчас мы будем заезжать. Я вот, подъехал, потом другой заедет, мы третий будем. Леха четвертый уже после меня будет. Сейчас и века загрузится. Потом мы после него заедем. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. хороших вперед еще чуть-чуть вот как-то так все стал я на погрузку сейчас он погрузит там будет фанеры грузить нас против попали мы на обед сейчас пойдем тоже тогда пообедаем пока здесь человек понедельно сейчас с лёхой пойдем столовку и столовая зато есть хорошая и там пообедаем лёхин трак вам как-нибудь надо сделать обзор его крутой тачки американской здоровую походу жуки все все круто короче лег да я чё за мотор здесь катар пылира стоит показал лёхин трек нормальный такой аппарат двигатель и здесь вы все мощные у него на америка американец хороший старенький правда но такое хороший тоже сейчас посмотрим приборку лёхи здесь и как в самолете у него все четко блин ладно камеру выключат а то сейчас скажут где-то эти агенты говорили слушались лёха и не сильно все лёха становится на пандус тоже грузится а мы пойдем пока документ оформлять пока он свой трек загрузит здесь далее пока трек свой загрузишь я пойду документы короче оправлять лёха пока на своем треке грузится а мы пойдем документ оформлять так что погнали документы заберем и будем газовать так что у меня тоже так посмотрим колеса что все было целое перед дорогой вроде все нормально все ломба висит ворота закрыты все отлично документы забираем и газуем туда лёха трогается сейчас он вперед поедет мы за ним потом там поменяемся потом я уже вперед поеду америкос лёхи зерловато лёха да погнали ну и сейчас и мы займем все газуем в порт и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас он взвесит его Сейчас подъем подушки надо накачаем Я подушки спускаю когда поднимает Я кран на опускание ставлю Чтобы они у нас не повырвало у нас там эти подушки Все, сейчас взвесит он нам и поедем Лампочки у меня светодиодные сзади стоят Он быстро взвешивается там Это все быстро происходит, все делается быстро И потом поедем, нам все снимет Этот же погрузчик, наверное, снимет нам Видите как Мощные погрузчики конкретно Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас ставит Все нормально Сейчас на фитинге главное, чтобы попал Он попадет сейчас Оп Опускает Все четко Все, поднял Свои крюки Поехали теперь снимать Сейчас он, наверное, и снимет его Сейчас по кругу объедем здесь вот эту контель И встанем Дождик немножко моросит У них там компьютер Они там тыкают На какое место Куда-чего снимать эти контейнера Так, надо из машины обязательно выходить, когда снимает Сейчас у нас машина поднимется сразу Смотрите как Сзади подкрыльник Как поднялся, да? Сейчас опустится, конечно Все, поехали Виде, да? Смотрите Передняя ось поднялась у нас Все четко Сейчас так же заднюю поднимем ось Ой, среднюю То есть у меня поднимаются две оси И все четко И не надо это Во-первых, экономия Топлива Когда разворачиваешься Колеса не трут Смотрите, видите как поднялись Две ось у меня Раз Два Все Поднялись две ось Все четко Все, теперь можно ехать И вот у меня одна ось задняя только получается На одной ось на задней только будет Ну, когда порожней, что? Зачем две просто так катить? Опять, это же экономия топлива В машине легче она катит И катит одну ось Смотрите, сейчас будем разворачиваться Я сейчас вам покажу Вот эти ось Ну, сейчас, если будет видно Ночью, конечно Видите, они не трутся Разворачиваются Очень хорошо Получается на одной оси Поворачиваются 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 Случайно встретились Отработали нормально сутки Все классно Да, Лех? Да Все Погнали мы Погнали А еще бывает Фонарь светит какой-то И качество вообще еще хуже становится Почему-то Так что Я просто в видеосъемке Пока, как говорится Начинающий чайник Там и монтаж Это И тем более Камеры только приобрел Там Ну ничего Буду учиться там Всему этому Чтобы было Качество хорошее Интересно Ну я думаю Молодежь тоже смотрит Может посоветуют Мне Какую Камеру Экшен Лучше выбрать И как Чтобы звук был лучше Потому что Экшен камеру я купил А звук Почему-то на ней плохой Но я в следующих видео Вам покажу Какая экшен камера Много всего Интересного Показать Рассказать вам Ну я думаю Постепенно Я все расскажу Потому что Много Всего Интересного И в одном Видео Даже в двух Это все Не уместить просто Так что Я буду стараться Более подробнее Стараюсь вам показать Свою видео студию Которая у меня Находится Прямо в машине Как у меня там Все это происходит И как это я снимаю Там все это делаю Там Так что Я надеюсь Все будет еще впереди Самое интересное Подписывайтесь на мой канал Можете что-то подсказать Там Что-то можно Снять еще можно Что-то хотите увидеть Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем удачи на дорогах Всем до свидания